Второй участок дороги, это будет у нас выполнен по улице Пограничной, от разорудованной площадки автобуса до перекрестка, который за переездом. Вот этот участок у нас порядка двух километров. На карте вся дорожная сеть Благовещенска, которую будут ремонтировать в этом году. Масштабные работы пройдут на Чайковской, Пролетарской, Северной, Муравьево-Амурской, Зейской. Всего от капиталя от 11 километров дорожного полотна. Помимо этого, на некоторых участках проложат ливневую канализацию, установят пять светофоров, оборудуют тротуары, смонтируют освещение. Плюс ко всему, в областной столице появятся две дополнительные парковочные зоны. На областной больнице и около четвертой поликлиники. В администрации говорят, во время дорожной реконструкции проблем с движением транспорта не будет. Технология предусматривает различные. Быстро делается тогда, участок закрыт, строители зашли, дорожники зашли, выполнили работу и ушли. То есть, если нет возможности организовать объездные пути данному участку, значит будем отрабатывать вопрос по половине. Половину дороги закрыли, ремонт идет, по второй половине организовано транспортное движение. То есть, пешеходные тротуары, ну их устраиваем, будем устраивать. То есть, пешехода переместим на параллельную сторону улицы, для того, чтобы можно было ходить там. Всего на ремонт и благоустройство дорог областной столицы в этом году потратят 330 миллионов рублей. Специальная комиссия уже начинает просчитывать, сколько средств уйдет на тот или иной участок. Где-то больше, где-то меньше. Ведь будут не только реконструировать дороги, но и прокладывать новые. В какие районы города войдет техника, решали совместно городские власти и депутаты. Свои пожелания могли выразить и простые благовещенцы. Информация была размещена на сайте городской администрации. Собирались мнения жителей города Благовещенска. Консультации проводились, оценивали состояние этих участков. В связи с этим родилось на этот год данные участки дороги. Планируется, что дорожный ремонт начнется в мае, а завершится к 1 сентября. Все работы и их качество будет постоянно контролировать городская администрация. Сейчас главное – это определиться с подрядными организациями, кому доверят ремонт благовещенских улиц. Юрий Камышный, Андрей Цветков. Первый областной канал.